Здравствуйте, в эфире Капитал, программа о деньгах и финансах в студии Александра Ткаченко. Смотрите сегодня. Когда официально будет образован тор свободный? Под какой процент будут давать суду владельцам дальневосточного гектара на ведение бизнеса на земле? Кто возглавил региональное управление налоговой службы? И кому имущественный налог портит жизнь? Об этих и других темах в ближайшее время. Город свободный станет территорией опережающего развития. Решение об этом одобрила подправительственная комиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. За время своей работы под комиссией уже одобрила создание 15 территорий опережающего развития. В пяти дальневосточных регионах введен режим свободного порта. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых с использованием данных инструментов, сегодня приближается к 500. Их работа уже позволяет привлечь на Дальний Восток более 1 триллиона рублей и создать 58 тысяч рабочих мест. Запуском газоперерабатывающего завода в свободном, по словам зампреда, бюджета Морской области увеличится сразу вдвое. Новая жизнь, новое развитие регионов. Мы не делим так сильно проекты на большие, маленькие. Я уже говорил в начале, что у нас сегодня 477. Вот сейчас мы рассматривали четыре проекта новые. У нас в Свободенском я назвал два проекта, но там их три. Третий еще метанольный мы еще не обсуждали, с инвесторами еще не встречались, но он тоже готовится к реализации. Действительно всего четыре проекта на общий объем инвестиций 1,7 триллиона. Как отметил губернатор Амурской области Александр Козлов, с приходом крупного бизнеса Амурская область становится другой. Она переходит от своей традиционной сельскохозяйственной специализации к индустриальной. Тор Свободненская даст преференции для инвесторов, что важно в существующих экономических условиях для строительства новых заводов, а также позволит привлечь федеральные средства на формирование инфраструктуры вокруг города Свободной. Тор дает привлечение федерального клиника на инфраструктуру действующего города. Мы же прекрасно поднимем, при средстве нового, мы не должны забывать о старом. У нас есть действующий город Свободной. Город с очень сложной историей, это в свое время было город Булак, был свободный Минский Булак. И сегодня мы реализуем программу переселения из Амарийного жилья, 300 тысяч квадратных метров буквально за несколько лет переселения. И вот как раз территория бережащего развития позволит нам привлечь деньги для строительства новых школ, садиков, реконструкции дома культуры, строительства нового фока, инфраструктуры коммунальной, она тоже очень в этом нуждается. Это говорит о том, что какие деньги получил этот город из федерального бюджета, если бы не было таких мер поддержки, которые сегодня принимает государство и поддерживает наш президент Владимир Владимирович Путин. 6 миллиардов рублей направил Фонд развития Дальнего Востока на льготное кредитование получателя бесплатного гектара. В течение месяца власти планируют разработать условия для таких займов, чтобы помочь бизнесменам организовать на участке свое дело. Запустить систему кредитования получателя гектара в пилотном режиме планируется весной 2017 года. В Фонд развития Дальнего Востока уже поступили заявки от банков, заинтересованных в реализации программы льготных займов на общую сумму 6 миллиардов рублей. Предполагается, что работу с частными и коллективными заемщиками будут вести Почтобанк и Внешэкономбанк. Ставки начинаются с 8%. Как заявил вице-премьер Юрий Трутнев, для получателей льготных кредитов будет организована электронная торговая площадка. Деньги на руки отдавать не планируется. Они должны пойти целевым образом на освоение гектара. В России появятся пластиковые купюры. В 2017 году в пластике, возможно, будут выпущены новые банкноты в 202 тысячи рублей. А в 2018 в честь чемпионата мира по футболу планируется выпуск купюры номиналом в 100 рублей. В апреле дирекция Банка России рассмотрит дизайн и защитные признаки новых пластиковых денег. Сегодня полимерные банкноты используются более чем в 20 странах мира, в том числе в Великобритании, Австралии, Новозеландии и Канаде. В России планируется выпуск денег из нескольких материалов одновременно – из бумаги и пластика, наподобие швейцарских 50 франков. Эксперты считают, пластиковые деньги надежнее, а не долговечнее. Кроме того, такие купюры сложнее подделать. Задолженность по зарплатам в области сократилась на 30 миллионов рублей за последние две недели. Такие данные накануне озвучили на совещании при губернаторе. Сейчас долг составляет 50 миллионов. Он сохраняется перед полутора тысячами работников. Глава региона держит на контроле вопрос задолженности по заработной плате в организациях при Амуре. Последнее подобное совещание прошло две недели назад. С этого времени ситуация с долгами изменилась в лучшую сторону. В полном объеме погасили задолженность компании Аквавита, ЖКХ Вектор, Юг Бурейский район, Управление карьера бетонного хозяйства, Город Благовещенск, Водоканал, Октябрьский район. Должниками по-прежнему являются две действующие организации и 15 организаций банкротов. Самые большие долги по зарплате – около 16 миллионов рублей у организации банкрота Амурея Гэстрой. Продолженность в компании с начала февраля уменьшилась на значительную сумму – более 18 миллионов рублей. Фирма получила в рамках возмещения НДС и направила на погашение зарплаты. Почти 9 тысяч обращений от граждан в прошлом году поступило в инспекцию по труду Амурской области. Чаще всего работники жаловались на задержки заработной платы, несоблюдение работодателям прав, невыплату по окончании контрактов и невыдачу трудовых книжек. Сегодня специалисты Государственной инспекции труда подвели итог своей работы за минувший год. В 2016 году трудовой инспекцией было проведено свыше тысячи различных проверок. Основная работа отдела была связана с рассмотрением обращений граждан. В частности, госинспекторами труда и руководителями гострудинспекции было принято на личном приеме свыше 5 тысяч граждан. В Амурской инспекции работает более 20 специалистов. За год на одного инспектора в среднем приходилось по 612 обращений. По результатам рассмотрения обращений дано более 7 тысяч разъяснений работодателям. Проведено 900 внеплановых проверок. Выписан 541 административный штраф. В результате принятых мер восстановлены трудовые права 8 тысяч работников. Вы знаете, что самый большой уровень задолженности формируется на сегодняшний день, к сожалению, на ведущие стройки федеральные на космодроме Восточный. И, конечно, уровень ваших полномочий компетенции позволяет разбираться и снижать задолженность по заработной плате, добиваться выплату заработной платы. В Белогорске сразу на 21% снизилось количество безработных. Сегодня на учете в центре занятости числится 714 человек. И, как рассчитывают местные власти, в 2017 году цифра станет еще меньше. На днях в городе утвердили программу содействия занятости населения на 2017 год. Опыт работы за предыдущий период показал, что на местах прижились такие формы занятости, как общественные работы, обучение и переобучение безработных на новые профессии, трудоустройство, слабозащищенные категории безработных, организация собственного дела. Программа на 2017 год составлена на основе предложений работодателей, социальных партнеров, администрации города, а также анализа деятельности за прошлые годы. Большую ставку по трудоустройству населения белогорские чиновники делают на открытие нового завода по глубокой переработке СОИ и работе территории, опережающего развитие Белогорск. Боморской налоговой службе. Новый руководитель. Приказа Министерства финансов России. На эту должность назначена амурчанка Елена Остайкина. Региональное управление, налоговый советник Государственной гражданской службы РФ 2-го класса Елена Остайкина в качестве временно исполняющего обязанности возглавила с конца ноября прошлого года. На этом посту она сменила уже бывшего начальника Наталью Гончарову. С 15 февраля приказом Министерства финансов РФ Елена Сергеевна Остайкина назначена руководителем амурского управления ФНС России. Сейчас в ведомстве ждут официального поступления документа, подтверждающего кадровые перестановки. Рачихинские предприниматели жалуются на слишком высокий имущественный налог. С этого года его стали исчислять, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Бизнес-сообщество города угольщиков уверено, что их здания переоценили, причем значительно. И теперь им придется платить миллионные налоги. Есть ли выход из ситуации, разбирался и корреспондент Юрий Камышный. В январе 2017 мы открыли на сайте Росреестра наши объекты и просто ужаснулись, потому что мы стали мультимиллионерами. Одни от такой новости приходят в восторг, но предпринимательницу Инну Кахно известия не обрадовала. Три ее магазина и одна база еще год назад стоили 7,5 миллионов рублей. По новой кадастровой оценке недвижимость выросла в цене сразу до 53 миллионов. Вместе с этим поднялся и имущественный налог, который придется платить ежегодно со 150 тысяч до 1 миллиона 100 рублей. Плюс отчисления на заработную плату, землю в пенсионный фонд. В итоге бизнес-леди уже подсчитывают убытки. Нам очень тяжело. У нас и покупательская способность тут снижается и снижается. То есть она не просто стала меньше в два, в три раза. И количество жителей уменьшается. И рабочие места у нас снизились. И просто нам очень тяжело выжить. И тут еще и такие налоги. Ну просто для нас это неподъемно. Если Ирина Кахно как индивидуальный предприниматель еще сможет оспорить кадастровую оценку своих объектов и заплатить налог за 17-й год в 18-м, то директору ООО или юридическому лицу Анне Зубакиной первое отчисление надо сделать до апреля. Кстати, ее бизнес – это небольшая пекарня и магазин. И так переживают. Не лучшие времена. У нас здесь собирали предприниматели в администрации. И очень многие предприниматели сказали, мы будем закрываться. И вот сейчас уже есть определенные разговоры о том, что вставляют магазины на продажу. То есть однозначно люди будут закрываться из-за того, что время налогов и время затрат на магазины значительно увеличились. Завышенная кадастровая оценка недвижимости стала проблемой для всего амурского бизнеса. Неудивительно, что эта тема поднималась и на недавней встрече предпринимательского сообщества с губернатором области Александром Козловым. Глава региона распорядился создать в каждой территории свою рабочую группу, которая бы занималась этим вопросом. Общаясь на площадках с предпринимателями, зачастую сталкиваемся с тем, что глава муниципального образования и предприниматели, которые поднимают перед ним вопросы, такое чувство, как будто первый раз друг друга видят или очень часто друг друга видят так, что эти вопросы не решаются. Я скажу следующее, что в результате этих поездок все эти материалы по рабочим группам мы будем изучать. Будет изучать отдел коррупции, будет изучать представители предпринимательского сообщества. И, конечно, обязательно я хотел бы попросить представителей правоохранительных структур тоже включиться в эту работу. Сегодня сумму налога на кадастровую стоимость муниципальное образование определяют самостоятельно. В том же Райчихинске она составляет 2%, хотя еще несколько лет назад была не выше 1%. Предприниматели уверены, если снова понизить ставку налогообложения, то бизнес можно сохранить и хоть как-то остаться на плаву. Тем более, что у районных властей такие полномочия есть. Пересмотр налоговой ставки ждут и в Райчихинске. Этот вопрос местные депутаты могут рассмотреть уже на очередном заседании своей городской думы. Юрий Камышный, Максим Шейкин, Первый областной канал. Обманул налоговую и избежал наказания. Бизнесмен из Благовещенска три финансовых года обманывал налоговиков. Он предоставлял ложные сведения в налоговой декларации. В итоге недоплатил в казну 11 миллионов рублей. На суде выяснилось, что с января 2012 года по сентябрь 2013 года бизнесмен продавал сою на территории России. На расчетный счет компании поступала выручка, включая суммы начисленного НДС, которые предприятие обязано исчислить к уплате в бюджет. Но директор фирмы решил иначе распорядиться этими средствами. При этом бизнесмен ввел в заблуждение бухгалтера. Он дал женщине заведомо ложные сведения для внесения их в налоговой декларации, что специалист и сделала. В конечном счете сумма НДС, которая должна была быть уплачена в бюджет, уменьшилась почти на 11 миллионов рублей. Болгаричинский горсуд постановил директора признать виновными и назначить наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей. Между тем, в связи с истечением срока давности уголовной ответственности бизнесмен избежал. Однако на имущество хитрого предпринимателя сохранен арест, наложенный в сентябре 2016 года. Городская прокуратура собирается заявить гражданский иск о взыскании НДС в счет возмещения ущерба – около 11 миллионов рублей. Амурские антимонопольщики за прошлый год рассмотрели 40 дел о нарушении антимонопольного законодательства, 12 дел по факту злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением. Также 16 дел возбудили в рамках закона о защите конкуренции. При этом в сфере продажи ГСМ таких нарушений, как годом ранее, выявлено не было. Амурская УФАС отчиталась о проделанной работе за 2016 год. В прошлом году, рассказали антимонопольщики, увеличилось число выданных предупреждений. В 2015 их было всего 14, в 2016 уже 66. Наибольшее количество дел по предупреждениям выдано по статье 15 закон о защите конкуренции. 45 предупреждений – это составляет 68% по отношению к общему их количеству. Субъектам естественных монополий выдано 7 предупреждений. В разрезе товарных рынков наибольшее количество дел рассматривалось в отношении страховых услуг, водоснабжения, водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства и торговли. Неплохо поработали антимонопольщики и в сфере нарушений при госзакупках. Проведено 200 проверок. Всего проверено 893 закупки. Из них 207 были размещены с нарушением законодательства. Еще один острый момент – нарушение закона о рекламе. Так, в прошлом году в УФАС поступило 62 обращения о соответствующих нарушениях. Основные жалобы – это распространение СМС-рекламы без согласия абонента на получение таковой. Амурская область заняла 8 место в рейтинге регионов с минимальной задолженностью по кредитам. Топ-10 составили по итогам 2016 года на основе данных Объединенного кредитного бюро. Аккуратнее всего амурчане выплачивают автокредиты. Регион на третьем месте по России. Доля просрочки в этом секторе составляет 9%. Объем задолженности – 33,2 млн. рублей. Также в десятке лучших при Амуре и по ипотечным платежам, где доля задолженности с просрочкой составила 0,9%. Самыми исправными плательщиками по кредитам в России оказались жители Магаданской области, где доля задолженности составила 5,9%. На втором месте – Якутия. На третьем – Камчатский край. Амурская область делит с Чувашией 8 место в российском рейтинге. Общий объем задолженности с просрочкой – 5,5 млрд. рублей. Доля задолженности с просрочкой платежа от одного дня – 9,7% от всех займов. Конкурсное производство по делу о банкротстве кредитного союза «Умножить» продлено арбитражным союзом Амурской области на полгода. Судебное разбирательство назначено на август. Напомним, в июне 2016 года в отношении компании была запущена первая процедура, применяющаяся при банкротстве – наблюдение. А вот 17 ноября 2016 года кредитный союз признали банкротом. Разбирательство пройдет 17 августа 2017 года. В Амурской области за последние дни изъяли 13 литров боярышника. За две недели специалисты Роспотребнадзора обнаружили 122 флакона со спиртосодержащей жидкостью. Напомним, сейчас в России продолжает действовать запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%, в связи с чем рейды по выявлению таких жидкостей проводятся ежедневно. За две недели специалистами было проверено более 170 объектов. Запрещенные товары нашли в семи магазинах, расположенных в Благовещенске, Белогорске, Ивановке, а также в Ромнинском, Сковородинском и Октябрьском районах. Амурский комбинат «Тепличный» переходит на круглогодичный режим работы. На предприятии уже запущена вторая линия. В планах через год запустить и третью очередь. Тепличный не только наращивает мощность, но и ассортимент выпускаемой продукции. Наш корреспондент Юрий Камышный более подробно. За окном февральская вьюга, а в этих теплицах настоящие субтропики. Температура выше 20 градусов со знаком «плюс». Влажность 60-70%. Идеальное условие для выращивания огурца. На этом гектаре среднеплодный мева в соседнем помещении набирает сил длинноплодный имея. Голландские гибриды прекрасно себя чувствуют в амурском грунте. С одного квадратного метра здесь собирают 90 килограммов огурца в сутки. И все это наше, отечественное, а не привезенное из соседнего Китая. Считаю, что длинноплодный огурец прибыл к нам из Китая. Это не так. Этот огурец мы выращиваем здесь, сами. Просто это немножко другой сорт. По вкусовым качествам имея ничем не уступает меве. Это такой же вкусный сладкий огурец. Просто это длинноплодный. Субстратом для выращивания огурца в этих теплицах служат так называемые маты. Специальный блок, наполненный смесью из микро- и макроэлементов. Вода и необходимые растения и питательные вещества подаются через специальную капельную систему. Как здесь говорят, работать один куст будет 3-4 месяца. И все это время он будет давать урожай. Параллельно с плодоносящим стеблем будет набирать рост новый саженец. Это и есть беспрерывная технология. Свежие овощи к столу благовещенцев будут поставляться круглый год. Та технология, которая сейчас внедряется нашим комбинатом, она позволит нам обеспечивать наш рынок полностью. То есть потребности города Благовещенска, когда мы выйдем на свои проектные мощности, то есть эти гектары начнут работать полноценно. То есть мы закроем потребность города во всей продукции. Амурские огурцы, салатную продукцию уже можно найти в магазинах Хабаровска, Уссурийска и даже Камчатке. А со второго полугодия текущего года на предприятии планируют возобновить выращивание томатов. Причем разных сортов. От черри на кисти до помидоров-гигантов. Технологии таких теплиц со специальным рассеивающим светом, четырехконтурным отоплением и сложной системой регулирования влажности. Это позволяют делать. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Первый областной канал. На этом у меня все. Еще больше экономических новостей на сайте amurlenta.ru. Смотреть нашу программу можно еженедельно. А пересматривать понравившиеся сюжеты и выпуски можно в социальных сетях, на страничке Первого областного канала, в Фейсбуке, Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok